Здравствуйте, это программа Город С, а я Елена Чернявская. Пожилые люди, особенно одинокие, часто становятся жертвами всевозможных афер, а если у них есть еще и в собственности квартира, то повышенный интерес мошенников им обеспечен. Несмотря на все предостережения, которые публикуются в средствах массовой информации, старики по-прежнему жестоко обманываются и в результате лишаются своего жилья. Поэтому надежнее всего защитить пожилого собственника правовыми средствами, а не усиленными мерами слежения или охраны. Вот какими, сегодня расскажет мой сегодняшний гость в студии, заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области, Константин Минин, здравствуйте. Добрый день, Елена. Ну что же, Константин, 1 октября будет отмечаться Международный день пожилого человека, и вот традиционно уже в преддверии этого праздника Управление Росреестра проводит дополнительные консультации с пожилыми людьми. Скажите, пожалуйста, а вообще, насколько активными участниками рынка недвижимости являются именно пожилые люди? И вот интересно, конечно, с какими вопросами они чаще всего к вам обращаются. Елена, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я промониторил нашу статистику, те вопросы, которые обращаются к нам в рамках личного приема, в рамках проводимых управлением прямых линий, и необходимо отметить, что действительно люди пожилого возраста, они достаточно частые и активные участники оборота недвижимости. Как правило, это связано с тем, что у них огромное желание оставить своим детям и внукам уже оформленные объекты недвижимости и ограничить их от решения вопросов правового характера. Понятное дело, желание, чтобы все документы были в порядке. И также отмечу то, что было для меня удивлением. Да. Наши пожилые люди, в том числе, интересуются порядком оказания услуг в электронном виде. То есть тема достаточно новая, но для них она тоже интересная, и подобные вопросы к нам от них также поступают. И, конечно же, третий блок вопросов, который здесь можно выделить, это вопросы безопасности в сфере недвижимости. Сколько вы правильно заметили, они у нас достаточно уязвимы в категории граждан, которые стараются держать вопрос на чеку и руку на пульсе, чтобы никаких мошеннических действий с их объектами недвижимости не произошло. Да, не произошло и не случилось. Но каким образом вы оказываете вот эти консультации, о которых я сказала, что нужно для этого сделать, чтобы стать их участником? Как правило, достаточно значительное количество обращений идет в письменном виде. Вот на подобные обращения мы готовим необходимые правовые разъяснения с нормами действующего законодательства и готовим письменный ответ. Здесь часто встречаются вопросы, связанные с порядком осуществления регистрационных действий, какие необходимы документы. Бывают ситуации, когда уже необходимо провести анализ имеющихся сведений, углубиться в подробности ситуации и уже дать конкретный алгоритм действий для того, чтобы из возникшей ситуации человек смог найти правильный и быстрый путь решения. В рамках личного приема, как правило, идут уже с вопросами, когда у них возникают проблемы с оформлениями, то есть они могли получить решение о приостановлении, которое требует для них разъяснения. Здесь тоже такие вопросы встречаются, и в рамках личного приема мы разъясняем положение законодательства и разъясняем, что необходимо сделать заявителю, чтобы у него положительно завершилось осуществление регистрационных действий. Как правило, граждане уходят с положительными решениями, но бывают, конечно, ситуации, которые требуют... Но тщательного какого-то разбора. Тщательного разбора, и, как правило, они замешаны с участием сторонних организаций, не только в управлении Росреестра. — Константин, скажите, пожалуйста, а вот пандемия все-таки внесла корректировку в вашу работу? Сейчас вы как консультируете граждан? Удаленно? Либо, вот как вы сказали, на личном приеме? Либо все-таки есть какой-то универсальный подход, чтобы было и понятно, когда тебе дают разъяснение, ну и, конечно, обезопасить тебя от всяческого рода заражения? — Да, действительно, управление Росреестра тоже необходимые меры предприняло. Прием личный, который осуществляют у нас начальники отделов, он ведется исключительно по предварительной записи, чтобы была возможность не создавать определенных очередей и скопления людей в залах ожидания. Но, действительно, наверное, это самый эффективный на сегодняшний день способ разрешить вопрос, когда ты можешь показать специалисту имеющиеся у себя документы. Специалист имеет возможность обратиться к данным реестра и дать более полную и тщательную консультацию. Потому что зачастую те письменные обращения и, не дай бог, телефоны, даже звонки, они не позволяют во всей ситуации разобраться. И, как правило, сами заявители в том числе говорят о том, что мы недостаточно юридически подкованы, чтобы объяснить вам всю суть вопроса. И, конечно, да, нужно, наверное, всегда при себе иметь документы, чтобы ваши специалисты посмотрели и уже предметно, как говорится, разобрались. Да, вы правы. Лучше всего в этой ситуации работать с теми документами, которые имеются. Потому что даже один и тот же документ, он может по-разному читаться заявителем, хотя специалист на него будет иметь иное мнение. И как раз-таки его содержание в рамках личного приема проще донести лично заявителю, который обратился. Вот, кстати, по поводу документов. Те, кому сейчас за 60 получали свои документы на квартиры уже достаточно давно. И вот тогда выдавались совершенно другие документы по сравнению с теми, которые мы сейчас имеем на руках сегодня. Вот скажите, пожалуйста, действительно ли старые документы на собственность? Почему я задаю вам этот вопрос? Потому что он из раза в раз в подобных программах задается. И стоит ли волноваться вот сейчас собственникам поменять эти документы, либо нет? Спешу, наверное, успокоить всех обладателей таких старых документов. Закон на сегодняшний день говорит о том, что все ранее выданные свидетельства признаются юридически действительными и не требуют какой-либо замены в принципе. И регистрация прав на такие ранее возникшие права, она осуществляется по желанию самих правообладателей. Для совершения сделок с такими объектами недвижимости закон устанавливает необходимость зарегистрировать свое ранее возникшее право. И эти действия, они могут быть осуществлены одновременно с регистрацией перехода. Здесь важно еще что отметить, что, допустим, если мы возьмем с вами земельный участок, то, как правило, свидетельства на землю, они у нас выдавались в период с 1992 по 1998 года. Так вот, положение земельного кодекса устанавливает норму о том, что ранее выданные свидетельства и акты на землю, они приравниваются к записям реестра и не требуют повторного какого-либо предоставления этих земельных участков. То есть они у нас на сегодняшний день равны записям реестра. Здесь можно, наверное, акцентироваться на таком моменте, и обращу внимание наших заявителей, волноваться вам действительно не за что. Вы полноправные обладатели таких объектов недвижимости, но если мы с вами говорим о земельных участках, то вы, получив выписку на такой ранее учтенный земельный участок, можете увидеть в графе примечания информацию, что границы земельного участка являются декларированными и подлежат уточнению при проведении межевания. Действительно, таких участков у нас достаточно много, которые с декларированной площадью, и закон говорит, что права на них подтверждены и не требуют дополнительной перерегистрации. Но рекомендация здесь может быть дана такая, что установить границы все-таки следует, потому что это, в первую очередь, исключит все возможные споры с соседями, это исключит возможные вопросы со стороны органов государственной власти, то есть проведение межевания, оно получается плюсом самому правообладателю, поскольку он обезопасивает себя от необходимости решения каких-то вопросов, в том числе в судебном порядке. Если мы возьмем, допустим, квартиры и другие иные жилые помещения, то регистрацию их до 1998 года осуществляли органы технической инвентаризации, так называемые БТИ. Наверняка у наших телезрителей есть на руках документы на право собственности на квартиру, на которых стоит отметка, штамп регистрационной надписи органов технической инвентаризации. Так вот, такой же договор с отметкой БТИ о регистрации, он тоже приравнивается к зарегистрированному праву, и такое право считается ранее возникшим и не требующим перерегистрации. И эти документы, они подтверждают именно право заявителя на указанную квартиру. Ну вот если, кстати, когда вносится новая информация о недвижимости в ЕГРН, то пенсионер наверняка получит новое же свидетельство? Я уже сказал, да, что зарегистрировать право, это у нас ранее возникшее право на земельном участке, это право заявителя, а не обязанность. Вот, соответственно, по своему желанию он может обратиться, но здесь момент такой, что на руки он уже, как принято считать, свидетельство о регистрации он уже не получит. Свидетельство о регистрации мы прекратили выдавать уже там с 2016 года, и на сегодняшний день единственным документом, который подтверждает наличие зарегистрированного права, является выписка из ЕГРН об объекте и о зарегистрированных правах. Надо, наверное, обратить внимание наших зрителей о том, что свидетельство, которое раньше выдавалось на гербовых бланках с элементами защиты, оно подтверждало внесение записи в реестр. И на сегодняшний день, допустим, если у вас есть потребность совершить сделку, и продавец вам показывает в качестве документа, подтверждающего право старые свидетельства, то здесь вы должны себе давать отчет и понимать, что это свидетельство не является документом, подтверждающим право, оно лишь подтверждает внесение записи в реестр на ту дату, когда оно было выдано. А вот подтвердить актуальность зарегистрированного права на сегодняшний день может только выписка из реестра. Спасибо. Это очень важное замечание. Спасибо, что вы о нем напомнили. Но вот сегодня, кстати, зарегистрироваться право на собственность и поставить на кадастровый учет, заказать также выписку. Можно, как вы уже и я сказала, не выходя из дома в электронном виде. Вот давайте мы сейчас посмотрим, как это происходит, чтобы, как говорится, быть в этом плане подкованным. Давайте посмотрим, делаем. Росреестр делает все для того, чтобы создать удобные сервисы для клиентов и партнеров. Мы переводим все наши услуги в цифровой формат для того, чтобы вам было удобнее и чтобы скорость и качество предоставления услуг повысились. К началу 2020 года 90% услуг Росреестра можно получить онлайн, не выходя из дома. Зарегистрировать имущественные права, совершать сделки с недвижимостью, получать сведения из ЕГРН. Онлайн-сервис позволяет быстро подать запрос на получение выписки об объекте недвижимости, выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости и получить иные сведения из ЕГРН. Все процедуры максимально упрощены для того, чтобы вы могли быстро и просто оставить заявку на получение нужной вам услуги. Необходимо лишь заполнить поля, прикрепить документы и нажать кнопку «Отправить». Срок предоставления услуг был сильно сокращен – с нескольких недель до нескольких дней. Теперь можно получить услуги быстро и просто. Не надо ждать в очереди, не надо обращаться к посредникам. Теперь большинство услуг, предоставляемых Росреестром, можно получить либо в МФЦ, либо онлайн, либо по почте. При необходимости курьер Росреестра сам привезет или соберет ваши документы, если у вас нет возможности или времени обратиться в офис МФЦ. Бесплатно эта услуга предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп. В будущем доступ ко все большему объему данных будет предоставляться онлайн, при этом будет сокращаться срок оказания услуг и повышаться качество данных. Все услуги также можно получить при помощи мобильных устройств через сайт Росреестра. Константин, а вот вы когда общались с людьми преклонного возраста, вот возникает ли вопрос, а не продадут ли мою квартиру через интернет? Такая вообще ситуация возможна? И если да, то как ее избежать? Действительно, развитие наших цифровых услуг, оно в том числе подстегивает мошенников, назовем их так, развиваться в этой степени. Но нужно понимать, что на сегодняшний день все электронные услуги, они оказываются по защищенным каналам связи. Возможность осуществления в электронном виде, она связана напрямую с необходимостью и наличием усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителя. То есть все необходимые меры безопасности со стороны государства в этой части соблюдаются. Но, конечно же, нельзя исключать потенциально такую возможность совершения каких-либо мошенничьих действий с объектами недвижимости. И здесь нам закон дает определенные правила игры в этой сфере. И говорит о том, что на сегодняшний день возможность совершения сделок в электронном виде допустима при наличии письменного согласия заявителя на подобную электронную регистрацию. То есть я прошу вас прямо сейчас конкретный жизненный пример привести. Допустим, вот мошенники воспользовались такой ситуацией. Какой документ они могут показать и что нужно прямо конкретно сделать, что уже, как говорится, назад возврата нет? Ну, предположим, вы заметили определенную активность с вашими объектами недвижимости, но при этом не подавали никаких объявлений ни на продажу, не выдавали там никаких доверенностей. Да, соответственно, возможность совершить сделку подобную в электронном виде, минуя ваше желание, она недопустима и не пройдет регистрацию даже при наличии скомпрометированной у вас электронной цифровой подписи. Потому что если в реестре нет отметки о возможности совершения электронной регистрации, такие действия, они просто не пройдут форматно-логическую проверку и в их проведении будет отказано. То есть даже личное присутствие не обязательно в данном случае? Подать такое заявление необходимо лично. То есть когда вы намерены и понимаете, что вам предстоит совершать сделки в электронном виде, вы должны подать заявление лично через офис МФЦ о том, что вы согласны с проведением регистрации в электронном виде. Если вы подобных заявлений не подавали, то такая регистрация, она уже невозможна. Какие-либо мошеннические действия с электронными отметками, они также пресекаются наличием такого заявления. Кстати, а как 100% можно себя обезопасить от действий мошенников относительно своего жилья, своей собственности? Ну, скажем так, что на сегодняшний день закон дает определенные инструменты, и если мы с вами рассматриваем мошеннические действия, то они могут быть направлены либо на завладение незаконно чужими денежными средствами, либо объектами недвижимости. Завладение денежными средствами, как правило, происходит путем получения задатка, и просто эти товарищи скрываются, и найти их уже невозможно. Если же мы говорим с вами о мошеннических действиях с объектами недвижимости, то здесь, как правило, используются поддельные документы, в частности, доверенности. На сегодняшний день есть также сайты, сайт нотариальной палаты и сервис электронный, который позволяет проверить действительность выданной доверенности. Довер.ру, по-моему, называется этот сайт. Да, это сервис нотариальной палаты. Плюс закон о регистрации недвижимости позволяет внести в реестр недвижимости отметку о невозможности совершения регистрационных действий без вашего личного участия. Такая отметка также подается через МФЦ при личном присутствии, и как раз-таки она обезопасит вас от возможных совершений действий какими-либо представителями, представившими поддельные документы. Спасибо большое. Вот мы обсудили с Константином, как узаконить недвижимость и отстоять свои права на нее, и затронули вопрос о том, как обезопасить себя от мошенников. Вот об этом хотелось бы поговорить еще более подробно, обозначив правила безопасности не только для пенсионеров, но и для всех граждан. Которые планируют купить недвижимость. У нас есть видеоролик, давайте его вместе с нашими уважаемыми телезрителями и посмотрим. Как избежать мошеннических действий с объектом недвижимости? Большинство мошеннических операций осуществляется через подделку документов и продажу чужой собственности. Поэтому главное правило – это проявлять бдительность при совершении любых сделок. Больше всего рискуют попасться на уловку мошенников собственники недвижимости, которые долго пустуют. Люди, сдающие квартиру без заключения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одинокие люди. При оформлении кредитов в негосударственных организациях мошенники могут дать документ о переходе права собственности на недвижимость или договор купли-продажи недвижимости. При покупке квартиры насторожить должно отсутствие оригиналов документов или нотариально заверенных копий, если вас постоянно торопят с заключением сделки, если квартира сменила несколько собственников за короткий срок. Также, если сделка осуществляется по доверенности, надо удостовериться, что собственник действительно хочет продать квартиру. Как можно себя обезопасить? Требуйте предоставления оригиналов документов на собственность, выписку из ЕГРН, правоустанавливающий документ, выписку о переходе прав на объект. Данные документы можно запросить на сайте в Росреестра, либо в МФЦ, в офисе Федеральной кадастровой палаты, почтовым отправлением. Также можно наложить запрет на совершение регистрационных действий без личного участия собственника, направив в Росреестр соответствующее заявление. После этого в ЕГРН будет внесена соответствующая запись. Все регистрационные операции можно выполнить при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, сокращенно УКЭП. Внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при совершении сделок в нотариальной форме и предоставлении документов на регистрацию нотариусами, а также предоставлении документов на регистрацию органами власти либо местного самоуправления. Не требуется также специального заявления от собственника, если сторонами договора купли-продажи недвижимости при подаче электронного пакета документов используются информационные технологии взаимодействия кредитных организаций с Росреестром. Заявления о невозможности проведения сделок с недвижимостью без личного участия и заявления о возможности проведения сделок с недвижимостью с использованием УКЭП могут быть поданы одновременно. Константин, еще один актуальный вопрос – это регистрация права в порядке дачной амнистии, которую, кстати, снова продлили. Вот скажите, пожалуйста, правда ли, что можно оформить недвижимость, даже не имея документов? Так ли это на самом деле? И вот как оформить сейчас по дачной амнистии? – Говоря о дачной амнистии, необходимо понимать то, что сроки, которые связаны с дачной амнистией, они распространяются исключительно на объекты капитального строительства, то есть на все возводимые здания, строения, сооружения. – Называемыми «жилой дом». – Жилой дом, хозпостройки, иные объекты вспомогательного использования. Вот по ним действительно срок ограничен, и на сегодняшний день это март 2021 года. А применительно к земельным участкам никакого срока в законе не содержится, и по ним упрощенный порядок, он, в принципе, бессрочный. Да, и следует иметь в виду то, что упрощенный порядок, он не предполагает возможность регистрации без документов, как многие заблуждаются и понимают. – Да, так считают. – На самом деле упрощение заключается в том, что необходимо представить минимальный комплект документов, необходимых для осуществления регистрационных действий и подтверждающих регистрацию прав. Ну, например, если мы говорим о земельных участках, то закон нам предоставляет возможность зарегистрировать права на основании, если это личное подсобное хозяйство, выписки из-за похозяйственной книги, и если это земельные участки подсадоводства, ИЖС, то это ранее выданные свидетельства как раз-таки в период 92-го по 98-й год. Здесь на что еще важно, наверное, обратить внимание, то, что эти документы должны соответствовать порядку, действовавшему на момент их выдачи. Зачастую в практике встречаются ситуации, когда у заявителя на руках есть ранее выданные свидетельства, но в нем отсутствует дата выдачи. И здесь важно понимать то, что дата выдачи – это тот юридический факт, который создает юридическое значение этому документу. И в случаях, если у вас на руках отсутствует в свидетельстве дата выдачи, либо отсутствует подпись у полномочного лица, бывают и такие случаи, бывают случаи, когда печать отсутствует, то здесь говорить о том, что ваше право считается ранее возникшим, будет достаточно затруднительно, потому что этот документ не отвечает требованиям законодательства, действовавшим на момент его выдачи. И там действительно есть целый порядок. Документы изготавливаются в двух экземплярах, и важное значение имеет дата выдачи этого свидетельства. То заявители, у которых и граждане, у которых на руках с такими юридическими дефектами имеются документы, ранее выданные, наверное, только в судебном порядке могут разрешить свою ситуацию. Константин, а я вам больше скажу. Вот вы сказали о том, что отсутствует там печать или подпись. А есть такие случаи, и я это знаю не понаслышке, сами документы отсутствуют. Вот, к примеру, человек пользовался дачным участком там порядка 20 лет, обрабатывал его, построил там дом, ну и считается как самозахват. Я вот пользовался, и слава богу. Скажите, пожалуйста, вот такие дачные участки невозможно оформить сегодня? Или все-таки есть шанс через суд? Каждая ситуация, она индивидуальна, и ее нужно рассматривать в совокупности разных нюансов. Но, в принципе, безвыходных ситуаций, я думаю, не бывает. Действительно, есть участки, которые заявитель добросовестно, там, несколько десятков лет... Платил за воду, к примеру, да? То есть, доказательства какие-то пользования есть. Да, да. Такие случаи, они не редки. Вот, но если мы с вами видим о том, что никаких правоустанавливающих документов нет, то это как минимум основание обратиться в органы местного самоуправления за предоставлением этого земельного участка, предоставив туда, собственно, все документы, подтверждающие, что вы им добросовестно и пользовались, да? То есть, есть у нас варианты, когда возможно получение этого земельного участка, в случае, если он находится на территории садово-дачного товарищества. Вот, в границах населенных пунктов, это, наверное, крайне редкие случаи такого самозахвата. Ну, даже если мы с вами ведем речь о самовольном занятии, то здесь нам законодатели, судебная практика исходит из того, что приобретательная давность на земельные участки, она не действует. То есть, приобретательная давность можно вести речь, когда вы добросовестно, законно владеете, пользуетесь открыто каким-то объектом недвижимости, то есть, жилым домом, например. Вот, на жилой дом приобретательная давность может распространяться, и владение им на протяжении 15 и более лет позволяет вам обратиться в суд и в судебном порядке признать за собой право на указанный объект недвижимости. Константин, скажите, пожалуйста, а все ли объекты недвижимости, которые расположены на земельных участках, нужно оформлять? Существует ли вообще какая-то градация? То ли есть, как бы, да, жилой дом, то есть, капитальный такой, где проживают даже и не в дачный сезон, ну, а есть просто какая-то, может быть, маленькая хозяйственная постройка, да, сарайчик небольшой, ну, которым тоже пользуются, но не вот он приоритетен здесь, скажем так. Что вы здесь посоветуете? Ну, с таким вопросом, я думаю, сталкивается каждый собственник земельного участка, в том числе садового, либо огородного земельного участка, потому что в процессе его использования всегда возникает необходимость поставить там беседку, построить там душевую, либо просто хозпостройку для складирования каких-либо садовых инструментов. И, соответственно, ставится вопрос, а нужно ли их оформлять, и требуют ли они регистрации. Совершенно верно. Как следствие, это влечет за собой вопросы уплаты там, в том числе налогового за его использование. Вот здесь нам в помощь положение закона, который устанавливает понятие, определяет понятие, что такое объект недвижимости. То есть в первую очередь закон говорит о том, что объектом недвижимости является земельный участок и объекты капитального строительства. При этом не каждый объект капитального строительства является объектом недвижимости, права, на которые подлежат регистрации. В частности, те объекты, которые у нас могут быть разобраны и перемещены в другое место, так назовем их некапитальные объекты, они не имеют прочной связи и не считаются объектами недвижимости. Соответственно, необходимость оформлять на них права, она, в принципе, отсутствует. То есть сегодня он у вас в одной части земельного участка, по прошествии времени вы его либо вообще разобрали, либо переместили в другое место. То есть это некапитальные временные постройки, которые служат для достижения, удовлетворения существующих потребностей. Если мы уже говорим об объектах более серьезных, это фундаменты, это два и более этажей пригодных для проживания, то есть это уже жилые дома, объекты индивидуального жилищного строительства, это бани в том числе, которые капитальные уже построены, то здесь, скорее всего, это уже можно относить к объектам недвижимости, права на которые подлежат регистрации. И на сегодняшний день сказать о том, объект недвижимости это или нет, у нас может кадастровый инженер, то есть это специалист, который осуществляет кадастровые работы и готовит технически план на такие постройки, содержащие характеристики его как объекта недвижимости. И еще один важный момент, это вид разрешенного использования земельного участка. То есть не на каждом земельном участке можно строить объекты недвижимости. Допустим, если мы с вами обратимся к закону о садоводческих и огороднических объединениях граждан, мы с вами увидим прямой запрет строительства объектов недвижимости и объектов капитального строительства на огородных земельных участках. То есть здесь закон сказал, на огородном земельном участке ты можешь только выращивать плодовые, ягодные и сельскохозяйственные культуры, а строить на них объекты недвижимости тебе запрещено. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Более еще подробную информацию, если нужно. Мы с Константином уже анонсировали в начале программы «Вы можете обратиться за консультацией», которую Росреестр проводит до вот кодню пожилого человека еще и более активно. И остается поблагодарить вас за очень интересную беседу. Спасибо вам большое. Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова